Всем здравствуйте! Мы рады вас видеть на нашей опять очередной главной встрече. С вами, как всегда, Эдуард Маркин и преподаватель Международной Академии Заточки АДЭМС Владимир Сидоренков. Здравствуйте, Владимир! Добрый день! Итак, тема нашего сегодняшнего прямого эфира. Она необычная, такой формат мы не проводили никогда. Тогда мы будем показывать заточку и разницу двух станков. Станков для заточки маникюрного инструмента. Станок АДЭМС GMT2 и станок ПРО2. Итак, заточка маникюрного инструмента. Маникюрный инструмент, список очень широкий. Мы будем сегодня говорить о маникюрных кусачках. Сегодня мы покажем, как затачивать маникюрные кусачки обычные, самые дешевые, которые мы приобрели в магазине. Рекламу давать в магазин не будем. Самые дешевые кусачки, которые вообще мы могли найти. И покажем, что даже вот эти кусачки, вот они в упаковке, даже эти кусачки, они вполне после воздействия на них наших сил, нашего опыта, наших станков, мы покажем, что это все возможно. Все это возможно. Но начнем по порядку. Итак, Владимир, сфера заточки маникюрных инструментов, скажите, пожалуйста, она востребована, она остается востребованной в наши дни? Да, она остается востребована. И я даже больше могу сказать, что оборачиваемость именно кусачек по отношению к другому инструменту, там, например, тех же маникюрных ножниц или там парикмахерского инструмента, она происходит чаще. То есть, соответственно, если брать временные рамки, ну, где-то от полутора, там, до трех месяцев. То есть, ходят кусачки, потом маникюрщица обязательно уже приходит к нам вновь. То есть, получается, что мастер, который оказывает маникюрные услуги по маникюру, он использует кусачки, продолжает использовать кусачки по сравнению с аппаратным маникюром. Все еще обрезной маникюр для нас он оттуален, да, в наше время. Хорошо, тогда давайте немножко посчитаем математику. Давайте. Импровизированную математику посчитаем. Как вы знаете, сколько салонов красоты по оказанию маникюрных инструментов в городе Самара? Ну, если брать последний раз, я делал удаление 3 километра от своей мастерской, у меня выскочило 350 салонов. И парикмахерских, и маникюрных? Нет, только маникюрных. То есть, маникюрный инструмент 350 салонов? Это только удаленность 3 километра. А Самара больше 3 километров? Самара больше 3 километров, она достигает в диаметре 30 километров. Хорошо. То есть, это довольно-таки географически, да. Близко к вам, да? Очень, я брал близко. Хорошо. В каждом салоне примерно 1, 2, 3, сколько мы возьмем? Будем в среднем 2. 2 мастера маникюра, которые оказывают и которые используют. Сколько у клиента может быть маникюрного инструмента? Ну, от 5 до 8 в среднем. Итого, то есть, мы 300 умножаем на 3, да, получаем порядка 300, да, 900 инструментов, которые необходимо обслуживать раз в полтора месяца. То есть, вот объем инструмента, умножаете на свою цену стоимости инструмента в вашем регионе, вы получите тот объем рынка, который максимально у вас есть. У вас, конечно, есть возможность сейчас уже конкуренты, но благодаря нашим станкам, благодаря уникальной технологии, которую преподаем мы в Академии заточки, вы будете недосягаемы в плане качества и в плане повторяемости и филигранности своего мастерства. Итак, перейдем к быстрому обзору станков и перейдем непосредственно к теме нашего, напомню, к теме нашего вебинара, онлайн-встречи с заточкой маникюрных инструментов на двух станках. Мы покажем здесь и здесь. Итак, станок, ближе ко мне сейчас стоит станок ADEMS PRO 2. PRO 2 это продолжение обычного станка ADEMS PRO и, соответственно, мы его сделали таким образом, чтобы с небольшими доработками, с небольшими доукомплектованиями его, этого станка, вы могли превратить его в универсальное решение. В качестве универсального решения по заточке маникюрного инструмента мы предлагаем станок ADEMS PRO 2M. На сайте он у нас есть, ссылки будут в описании к этому вебинару. Следовательно, из чего стоит станок ADEMS PRO 2M для заточки маникюрного инструмента? Итак, сам станок ADEMS PRO 2 с манипулятором с плитой, частотный преобразователь. Далее, к нему необходимо, у него в составе идет приспособление для заточки маникюрного инструмента. Я прокомментирую, для удержания. Для удержания. Затачиваем, мы подводим. Да. Все правильно. Итак, приспособление, в которое зажимается маникюрный инструмент. И, соответственно, мы сейчас все это в деле покажем, я вам вкратце просто объясню. Здесь снимается обычный держатель и устанавливается под держатель для заточки маникюрного, для заточки удержания и для заточки маникюрного инструмента. Далее, в состав станка PRO 2M входит. 5 металлических дисков, которые надеваются на алюминиевый диск, на магните. Они перемагничиваются. Сейчас я этого делать не буду, довольно-таки сложно снять, если он не установлен здесь. Далее, 2 металлических диска, которые будут вам помогать затачивать инструмент. 3 профикса. Профикс служит для удержания круга и для исключения, я вам сейчас покажу буквально очень быстро, как пользоваться этим профиксом. То есть, если мы устанавливаем на пластиковую втулку, которая идет в комплектации станка, то у нас, возможно, будет биение из-за неточного изготовления этих втулок. Таким образом, что мы делаем? Мы берем, например, круг 9А3, алмазный. Так как здесь алюминиевая подложка, алюминиевое здесь основание, то нам достаточно легко и просто сюда одевать и, соответственно, очень высокое позиционирование. Так, дайте мне, пожалуйста, спасибо. У нас за кадром просто очень много помощников. Да. Человек 10 стоит. Итак, что мы делаем? Вот мы установили на профикс любой, возможно, установить круг с посадкой на 32. Правильно? 32? Да. Я не ошибся? Итак, что мы делаем? Вот этот профикс, он подходит к любому станку. Мы снимаем круг. Сейчас здесь установлена втулка на валу двигателя, которая устанавливается при производстве навсегда. Ее нельзя снимать. Это посадочное отверстие, оно высокоточное. И, соответственно, примыкая к этой втулке и к торцевому краю этой втулки, мы получаем идеальное, идеальное, ну или почти идеальное, идеальное, не идеальное, а, так скажем, отсутствие биения при вращении данного круга. Вот так вот все очень просто. Когда перед работой вы насаживаете свои профиксы на все ваши круги, которые вам нужны, и просто вот так вот быстро очень меняется. Делается это очень просто. Вот, установили и, соответственно, гайку закрутили. Дальше. Итак, напомню, три профикса. В наборе идут абразивные круги. Абразивные круги. Дальше. Тарелка алмазная 12А220 в комплекте идет. Вулканитовый круг. На сегодняшний день вулканитовый круг мы работаем с абразивными заводами разными. Это предложение последнее из одного из абразивных заводов, которые в том числе и по нашей, и по совместной работе мы просим, как бы сказать, изготавливать и экспериментируем постоянно с кругами. На сегодняшний день вот этот вот вулканитовый круг, он является, ну, одним из самых лучших решений на сегодняшний день, пока мы... Но мы еще работаем над тем, чтобы еще найти тот круг, который бы соответствовал этому решению. Да, он подходит для полировки. Итак, значит, что еще? Сюда же входит абразивный обычный электрокорунд для расточки суставов. Это вот аэрозольный клей. Аэрозольный клей нужен для того, чтобы приклеить с помощью аэрозольного клея абразивную бумагу на металлический диск. На металлический диск. Ну и, соответственно, в сборе получается вот такая вот конструкция. Вот такая конструкция, профикс, металлический алюминиевый диск с магнитом и диск с абразивом. Диск с абразивом. Это касаемо станка ADEMS PRO 2. Что касаемо станка ADEMS GMT 2, также станок можно приобрести с частотным, либо без частотного преобразователя. У него есть ванна для удержания абразива. Абразив сыплется сюда. Их идут две. Да, мы их сюда заливаем в воду и, соответственно, туда все это сливается. Сыпается. Дальше. Манипулятор, станок, частотный преобразователь. Ну, здесь все стандартно. Опять же, металлические диски для абразива. Сам абразив. Ключи для откручивания профиксов. Арозольный клей. Масло для смазки суставов. Шестигранный ключ. Что мы еще забыли? Ничего не забыли? В принципе, я думаю, полная комплектация описана у нас на сайте. И с этим можно будет ознакомиться. Каждый станок поставляется как с частотным преобразователем, так и без. Выбирать, конечно, вам, но мы вам рекомендуем все-таки эту опцию покупать. Эта опция очень легко устанавливается. Я вот прям буквально сейчас за две секунды вам покажу, что частотник отключается с помощью двух вот таких вот штекеров. Второй ценять не буду. Штекер устанавливается позади станка и устанавливается. Если вам не нужен частотный преобразователь, значит, там есть примычка, которая будет, соответственно, работать станок без этого. Зачем нужен частотный преобразователь, Владимир? Зачем мы рекомендуем его покупать? Под разные операции необходима разная частота вращения. То есть, соответственно, если нам нужна какая-то тонкая операция, то мы выбираем частоту вращения очень медленную. Ну, например, полторы тысячи оборотов, что на обычном точиле, ну, просто если мы пошли в магазин его купили, мы сделать физически просто не можем. Допустим, если мы работаем, ну, я просто по примерам, да, пробегусь там, например, мы делаем расточку сустава у кусачек и используем электрокорун, то он медленной скорости особо не любит, поэтому я использую, например, 2200 оборотов. Если мы говорим про абразив и формируем фаски, и дальше толщину фасок по щечкам, то я выбираю полторы тысячи семьсот. То есть, при этом я не снимаю металла много и также я не прижигаю металл. Ну, так вот, вкратце, если совсем не углубляться в подробности. Итак, сейчас мы начнем подготавливать рабочее место для заточки маникюрного инструмента и, соответственно, перейдем непосредственно к самой заточке. У нас спросили, да, какого формата мы будем сегодня затачивать кусачки, но так как это простой вариант, цена вопроса 100 рублей, но они похожи на кусачки, ну, будем говорить, Йока либо Мецгер. То есть, у них внутренние поверхности, то есть, передние поверхности, да, они имеют, ну, такую вогнутость. Мы технологии обучения в нашей Академии Заточки, Международной Академии Заточки, мы используем по времени примерно где-то сколько часов минимум нужно пройти человеку, чтобы поставить и освоить заточки маникюрного инструмента. Ну, если мы будем брать кусачки, то ориентировочно нам нужно на это порядка 16 часов. Это минимум. Это минимум. Ну, в самом хорошем варианте, я думаю, что чем больше это времени, тем лучше. Конечно же, наша цель сегодняшнего вебинара не является, и мы не физически не сможем вам за один час, полтора, два, показать все то, что мы преподаем в Академии Заточки. Мы постараемся показать, вот, которые кусачки у нас не режут в упаковке, потом они у нас теоретически должны начать резать, мы их должны заточить, мы постараемся сегодня это сделать, такой у нас будет вызов, да, вот самый дешевый кусачек. Ну, и, соответственно, мы покажем базовые вещи, базовые вещи, насколько мы успеем за этот час. Более подробно, конечно, осваивать технологию и расти как мастеру нужно непосредственно, ну, довольно-таки, ну, долгое время. Каждый день нужно узнавать что-то новое, каждый день нужно чему-то учиться. Итак, поэтому базовые элементы, но покажем все от начала до конца, никакие, не убирая, никакие этапы заточки. Я немножко добавлю, то есть, чтобы вам понимать, я сам непосредственно занимался, ну, точнее, обучался в Челябинской школе, ну, то есть, это было очень давно и, как говорится, неправда, но сам факт того, что я работал именно, подвод делал с помощью рук, и у меня на постановку руки ушло порядка двух с половиной месяцев. То есть, с нашими сейчас станками, с ADEMS PRO 2, с GMT 2, это можно, ну, скажем так, не то, чтобы поставить руку, то есть, мы как раз именно скомпоновали держатели и упростили вот эти вот смены абразивов, то есть, для оптимизации рабочего места, чтобы вот это, ну, как бы уйти от двух с половиной месяцев. То есть, чтобы человек после обучения или после покупки станка, он смог это сделать, ну, буквально там за, пускай, неделю, да, то есть, но он уже это понимает и он уже делает качественно и тот продукт, который он уже может отдать и получать за это деньги. Я правильно понимаю, что освоить технологию заточки вручную может, ну, конечно же, попытаться может каждый, но из 10 человек, там, или 100 человек, процент, кто освоит, во-первых, первое, у него им нужно довольно-таки длительное время для освоения, несколько месяцев, в зависимости от вашего мастерства. И второе, вам необходимо, помимо времени, ну, еще и какой-то природной, наверное, предрасположенность к этому, да. И, соответственно, ну, условно, грубо, мы просто прикинем, что из 10 человек трое, двое-трое могут освоить ручную заточку, плюс 3 месяца, а с помощью наших технологий станков из 10 человек у нас могут освоить 7 человек и плюс неделя. Начать можно с этого, стартануть можно с этого. И, соответственно, можно уже через какое-то время уже начать делать это за деньги. Правильно? Ну, я бы сказал, по нашей статистике, то есть, все те люди, которые у нас проходили обучение на станке GMT-2 и на ADEMS-PRO-2, ни один человек из мастерской не ушел и не сказал, что я не научился затачивать кусачки. Поэтому, ну, в моем понимании, 100%. Да, мы будем на это надеяться. Если кто-то постеснялся сказать нам напрямую, не позвонил, не сообщил, если такие есть люди, то мы, конечно, с удовольствием выслушаем свои ошибки и примем их к сведению. Ну что, Владимир, приступаем непосредственно к теме заточки. Я начну распаковывать, я уже не терпится, я уже начал распаковывать маникюрные кусачки. Они в заводской упаковке. Итак, смотрите, когда вы можете задавать вопросы, наши помощники будут нам их передавать. Если вопрос относится к будущему обсуждению нашей технологии, то, что сейчас мы будем в дальнейшем показывать, то мы эти вопросы будем на них отвечать тогда, когда к ним подойдет время. Заранее забегать не будем. То есть, мы сегодня, наша цель, наша цель именно такова, пройти от начала до конца все этапы заточки маникюрного инструмента. Маникюрный инструмент, его большое количество разного, но мы сегодня будем говорить только про маникюрные кусачки, и именно про них. Одни кусачки, мы, одни одинаковые абсолютно, мы заточим на станке ADEMS GMT-2, вторые кусачки на ADEMS PRO-2. Итак, Владимир, пожалуйста, расскажите, что вам нужно. Я попрошу показать именно тот перечень абразива, который будет сегодня использоваться. То есть, вот что мне будет необходимо. То есть, мы, естественно, уже сами абразивы поставили на место. Я имею в виду, круги установили на профиксы. Вулканит спрофилирован, электрокорун для расточки сустава спрофилирован. Но имеется в виду, что вот сегодня мне необходимо будет вот этот перечень. То есть, получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну и в конце, в самом конце я вам покажу, ну такой лайфхак от Владимира Сидоренкова. Может быть, кто-то об этом знал, но тем не менее, если это кому-то поможет, или кто-то уже будет знать, то есть, это хорошо. Если нет, ну это для вас будет такая вот интересная вещица. Владимир, набор абразивных материалов, он подходит одинаково и сюда, и сюда? Да. Соответственно, мы будем работать это, вот, все хорошо. Да, мы будем одинаково использовать. И также компания Адем с недавнего времени подготовила, ну, видоизменила сам профикс. Вот, то есть, теперь можно для любителей, те, кто не работает на профиле кругов 9А3, можно будет устанавливать тарелки, ну, так называемую делать бабочку. Вот, но сейчас я вам ее сегодня только показываю, то есть, работать я на ней не буду, но по, как бы, по определенным причинам. Вот, потому что, ну, допустим, в Самарском регионе больше все-таки идут с теми инструментами, которые я, ну, разница затачивать особо... Разница есть, то есть, да, я объясню, какая разница, допустим, ну, перед началом заточки мы выкручиваем пружину. Вот, если, например, если, например, да, к примеру, то есть, мы не можем разогнуть, то есть, сам сустав раскрыть, да, соответственно, сюда мы не сможем, ну, как бы, проникнуть на переднюю поверхность и ее сформировать, а здесь мы это сможем легко. То есть, если вот такие вот кусачки нам приходят, то есть, у меня в арсенале, естественно, такая технология, ну, как бы, они есть. Получается, выбор за вами, уважаемые друзья. Вы можете, в комплектацию входит такой, но вы можете сделать и такое, собрать себе такую бабочку. Ну что, Владимир? Все правильно. Вот, ну что, я одеваю очки. Да, я одеваю респиратор, то есть, это обязательно, я всем рекомендую, и я ни в коем случае не призываю вас игнорировать это, потому что, ну, это ваши легкие, и, соответственно, это ваши глаза, то есть, используйте очки, потому что мелкие крошки, они периодически летят. Вот, то есть, мы это все надели, зажали, вот, очки у меня тоже подготовлены. Ну что, начнем. То есть, соответственно, я буду к вам больше, наверное, все-таки спиной, но наш оператор будет подходить сбоку, и я сейчас возьмусь именно за наш станок, который называется ADEMOS PRO 2. Вот, для того, чтобы мне приступить к заточке кусачек, первое, что я сделаю, это расточку сустава. То есть, сейчас я этот абразив перекидаю сюда, чтобы мне было удобно его отсюда выбирать. Вот, то есть, это первый вот этот вот круг, мною заранее спрофилированный. Вот, станок я сюда, здесь, да, насколько я помню, есть лампа, и это очень хорошо. Также мы берем ключ, который идет в комплектации и с тем, и с тем станком. То есть, убираю профиль 9А3, который показал ранее Эдуард. Соответственно, накидываю. То есть, если, допустим, у вас отсутствует какая-то подложка, то есть, моя рекомендация, к примеру, можно использовать тот же изолон, который идет в комплекте в коробке, либо вот этот вот, ну, манипулятор. Хотя здесь написано, что внимание на рычаг не давить. Но, к сожалению, этого, это я иногда делаю. Ну, извините, не все придерживаются правилам. То есть, когда мы научились водить, не все поворачивают только по правилам. Так вот, для того, чтобы мне приступить, еще раз повторюсь, к расточке сустава, я буду использовать данный круг. Я можно поправлю, чтобы нашим друзьям было видно в интернете, немножко вот сюда, и вас попрошу чуть-чуть сместиться влево. Влево? Немножко, да, чтобы было лучше видно. Ну, прекрасно. То есть, соответственно, я включаю... Здесь на минимальной скорости. То есть, так как я сказал ранее, что электрокорунд не совсем любит мелкие скорости, ну, и я, в принципе, тоже, да, не работаю. Я сейчас... Да, это, наверное, один из минусов. Ну, да. Вот. То есть, растачиваю низ с правой стороны. Наверное, мне зададут сейчас вопрос, а для чего вы это делаете у новых кусачек? Уже задают. Да, то есть, я отвечаю, потому что запаса, как правило, недостаточно для того, чтобы в последующем формировать формировать сами фаски. Вот. Поэтому я эту операцию делаю в самом начале, и, скорее всего, как правило, это на весь срок службы кусачек. То есть, обычно это всегда... Ну, я делаю только на новых. То есть, если это уже наши постоянные клиенты, я уже эту операцию не делаю. То есть, вот я сейчас достаточно быстро делаю росточку. Есть. И теперь верхнюю часть я делаю на левой стороне круга. Вот. То есть, сделали. Значит, что, Владимир, мы не показали? Мы не показали, как они режут после заводской упаковки. Я думаю, сейчас мы ничего не повредили. Ну, пока мы режущих кромок еще не касались, поэтому я сейчас продемонстрирую на обычном пакете полиэтилена. Хорошо. Я прошу дать нам пакет, который лежит там на столе, полиэтиленовый, обычный, да? Ну, вот, сустав я расточил у кусачек. То есть, вот он, полиэтиленовый пакет. Сейчас, да, наш видеооператор... Нужно направить на кусачки. Да, то есть, вот я... Ну, рез просто произошел из-за того, что они очень, ну, нагрелись. А у нас вторые есть. Вот. Да, вот. У нас идентичные кусачки, но те сейчас остынут. То есть, вот. Вот мы видим, я не держу пакет. Салфетки и надо? Ну, салфетки, да, конечно. Давайте, Эдуард, что же. Пробуем салфетки. А? Ну, вот, допустим, я беру ворсовую салфетку влажную. То есть, вот я вижу то, что здесь мы просто вырываем. На вторых кусачках все то же самое. То есть, вот он... Остыли. Да. Все, как говорится, все отлично. Они не режут. Ну, еще раз, вот на пакете, то есть, соответственно, они тоже не режут. Так вот. То есть, мы расточили сустав. Как мы будем делать? Перепрыгивать со станка на станок? Мы будем делать идентичные операции, да. Мы будем растачивать сустав и здесь и показывать те же самые возможности. У нас, в принципе, технология по заточке и расточке сустава здесь и здесь, она идентичная. Да. Ну, давайте для экономии времени, наверное, мы... Сустав. Сустав, да. Простенькую операцию. Ну, здесь то же самое. Мы взяли круг, перенесли его туда. Здесь даже будет удобнее то, что здесь есть упор. Вот сейчас видеооператор показывает, да. То есть, мы сюда положили руки и, в принципе, все те же операции сделали. Дальше. Теперь самая волнительная операция. То есть, ради которой люди, у которых есть в арсенале уже станок просто ADEMS PRO, покупают вот это вот приспособление. То есть, для чего оно необходимо? Оно необходимо для того, чтобы растачивать, ну, формировать переднюю поверхность. Для этого я сейчас сменю абразив на... Сейчас я его беру. Так, вот эти мы с вами растачим. Но нам придется же эти тоже растачить, чтобы потом-то... Ну, значит, сейчас расточим. Растачиваем. Да, потому что надо заточить... Хорошо. И те, и те кусачки. Тогда сейчас я сделаю повторную операцию для вторых кусачек. Ну, здесь не принципиально, откуда начинать, то есть, с верхней части сустава или с нижней. Причем, когда я растачиваю верхнюю часть сустава, сам шарнир, ну, то есть, сам сустав не так сильно нагревается. То есть, я стараюсь не торопиться делать качественную всю работу. То есть, это сделали, и теперь... Причем, я повторюсь, что растачка сустава делается только у новых кусачек и, как правило, только в начале. Вот. А в последующем мы на эту операцию не отвлекаемся. То есть, вторые кусачки у нас готовы. Если можно попросить наших ассистентов, мне на будущее вот сюда нужна лампа. Просто если это у нас... Она будет падать. Я, если что, помогу. Будете держать. Отлично. Ну, тут китайская лампа не выдерживает нашей мощности, нашей нагрузки, нашего мастерства. Так вот, теперь я убираю электрокорунд. Теперь я убираю электрокорунд и сюда устанавливаю... Вот он. Сюда я устанавливаю алмазный круг с профилем 9А3. Соответственно, как вот и до начала, когда я хотел прокомментировать вот эту вот операцию, то есть, очень многих волнует, как вообще это делается и насколько это облегчает сам труд, используя именно вот этот держатель. Так, Вадим, давайте мы немножко подвинем круг, чтобы было нашим... Да, прекрасно. Вот. Что я рекомендую, но это на будущее, то есть, чтобы не давать усилия в момент установки самого держателя в манипулятор и не давать вот этого вот, ну, как бы, лишнего изгиба, да, то есть, внимание, да, на рычаг. То есть, в столе можно просверлить, ну, рядом, допустим, отверстия 6 мм, да, то есть, которые здесь как раз существуют. То есть, вы его установили, установили кусачки, вытащили, и потом это все вернули на манипулятор. То есть, это очень удобно. Вот. Но, к сожалению, отверстия мы не просверлили, поэтому я буду показывать, как оно есть на самом деле. Вот. Угу. То есть, мы откручиваем вот этот вот винт, устанавливаем непосредственно сюда кусачки, затягиваем. То есть, в данном случае я открыл по максимуму. Если спрашивают, например, насколько симметрично, да, там нужно вот это вот все ловить, симметричности в данном случае у меня необходимости нет, почему? Потому что я работаю с конкретной стороной, то есть, с конкретной передней поверхностью. Вот. То есть, после того, как мы установили, естественно, мы, держа за сам держатель, мы это все проверили, и теперь мы расслабляем два элемента, ну, то есть, которые у нас отвечают за то, что опускаем вверх-вниз, вот, и идет вращение. То есть, делаем подвод, собственно, ориентируемся на подвод самой передней поверхности. Зажимаем. И все, как говорится, вот она настройка. То есть, вот он залог успеха этого манипулятора и держателя. То есть, мы с вами подвели, и именно вот этот вот подвод, именно вот этот угол атаки у нас, по факту, как говорится, закрыт. Да? То есть, мы это не держим на руках, и нам нет необходимости устанавливать, то есть, какие-либо подложки, приспособления. И, соответственно, после просмотра, то есть, нам, опять же, да, легко, мы вытащили, посмотрели, на какой стадии. Вот, для того, чтобы нам вообще было с вами понятно, насколько мы это все делаем, я вот сейчас быстренько закрашиваю это маркером. И, собственно, начинаем формирование передней поверхности. Все достаточно легко и просто. Скорость вращения, то есть, ну, алмаз тоже не совсем любит быстрой скорости, то есть, я где-то выбираю порядка, допустим, даже вот 1,8. Ну, мне так удобно. И, опять же, мы... Идет полная отсутствие прижога. Вот таким вот образом я завожу, просматриваю, то есть, вот она, передняя поверхность полностью сформирована. То есть, сколько сейчас было потрачено времени? Секунду? Ну, несколько секунд, буквально в камеру. Камеру можно будет показать. Видно, да? Да. То есть, камеру я показываю, то есть, что передняя поверхность, я все сформировали. Закрасил маркером, да, то есть, все, что было закрашено, то есть, ну, здесь вот видно, то, что передняя поверхность, она вот выпуклая. Как бы это вот, как раз отсутствие качества заточки данного инструмента. Ну, 100 рублей. А теперь я, естественно, выключаю, да, то есть, мы все-таки стараемся соблюдать технику безопасности. Опять расслабляю два элемента, то есть, держатель, настраиваю свет, то есть, мне вот так вот удобно. Вот. И опять же, ловлю соприкосновение, то есть, делаю подвод. Делаю подвод. Тоже, в принципе, все достаточно быстро. Ну, понятно, что опыт и станок, они очень помогают. То есть, опять же, опять же, как делать, как настраивать, как мы все это рассказываем и обучаем в Международной Академии и заточки. Сейчас мы показываем. Ну да, нюансов много, и поэтому сейчас, да, мы покажем, как вообще, в принципе, работать. То есть, станок, да, вот он разгоняется, ну, не так уж ему и легко разгонять эти круги, но, тем не менее. опять же, выключаем, смотрим. Передняя поверхность вот у нас сформирована. То есть, ну, вот сейчас попробую блики поймать. Вот они, блики. Все отлично. Все. То есть, у меня операция по формированию передней поверхности на этом станке состоялась. То есть, далее мы убираем отсюда кусачки и следующая операция будет именно устранение люфта. Но теперь мы идем на станок GNT2. Я думаю, что вот мы сейчас расположились. Давайте тогда мы сейчас пройдем полностью технологии удобно будет заточки на одном станке, а потом мы перейдем на второй станок. Кусачки для станка GNT2 мы пометили. Они вот здесь лежат. Есть маркировка фломастером. Соответственно, мы их не перепутаем. Без проблем. Тогда продолжаем. Да, пока я вот так вот установлю сам манипулятор. то есть, теперь мне необходимо устранить люфт. Люфт, я вам установлю сейчас такой импровизированный пень, чтобы к соседям мы не провалились. Отлично. Я их буду немножко удерживать ногами. Но это нормально. Это, как говорится, заточка на коленке. Мастера могут вообще затачивать в любых условиях. готовы и мастера. Да. Соответственно, мы это установили. Такая вот у нас интересная есть приспособенная. Сейчас я трогаю мало. Мы ее вытягиваем. Опять же, я попадаю в то же самое отверстие. к соседям мы не провалимся. Ага. Ага. Я вижу то, что у нас произошло то, что вращение идет по двум сторонам заклепки. То есть, я сейчас с другой стороны заклепочку именно усиливаю. все отлично. Все от люфта я избавился. Вот сейчас немножко ее чуть-чуть разработаю. То есть, если мы перетянули, то в принципе ничего страшного. Можно потом в одну из частей заклепки ударить и оно будет хорошо работать. Вот. Также у нас есть масло в комплекте. То есть, мы можем сразу его сюда сейчас в шарнир добавить. В любом случае я вижу то, что у данного производителя как говорится полное отсутствие смазывания масла. То есть, там сустав просто ржав. Вот. То есть, вот мы устранили люфт. теперь мы переходим к мы переходим к формированию самих уже непосредственно фасок. А именно формированию режущей кромки. То есть, для этого мы также будем использовать этот держатель. Для этого мне нужно убрать так. пока вы меняете круг, я быстренько отвечу на вопрос. Вопрос задает Максим. можно ли смазывать бытовым маслом манипулятор для эксплуатации и очистки его от абразива. Лучше ВД-40. Лучше ВД-40. Ну, опять же таки, правильно ли я принимаю вопрос, что значит смазывать бытовым маслом манипулятором? Какую именно часть манипулятора? Если достаточно, если мы говорим об очистке манипулятора, то достаточно, но здесь масла оно не нужно. Если мы говорим о суставах манипулятора, то смазка его не требуется, потому что там и стоят подшипники. Масло в вот здесь в штифте, ну, штифт у нас и втулка, куда устанавливается непосредственно держатель. Масло туда добавлять так же не надо, все работает на сухую хорошо. Потому что если мы туда нанесем масло на какую-то часть, абразив будет скапливаться в этой части, ну и соответственно будет повышенный износ. Поэтому, если я правильно понял вопрос, то вот элементы штифтов, втулок, подшипников и где-то трущихся частей маслом смазывать не нужно. Максимум, что можно вот здесь и здесь только промыть ВДшкой. И потом насухо вытереть. Обязательно. Но имеется в виду, чтобы не допускать скопление масла и чтобы оно там оставалось. То есть нужно очистить. Для очистки можно ВДшкой пользоваться. Итак, какую операцию мы следующую делаем? Сейчас мы делаем операцию по формированию фасок. То есть для того, чтобы нам это сделать, мы смыкаем кусачки в полное смыкание. То есть я вот его смыкаю, устанавливаю непосредственно в этот же самый держатель, только уже в полном смыкании. Также упираю вот в эти пины и затягиваю вот этот прижимной элемент, саму прижимную планку. Вот так вот симметрично. То есть подтягиваю. То есть моя задача просто, чтобы это все здесь не болталось. Далее, что я делаю? Далее я расслабляю вот этот вот элемент и кусачки устанавливаю, ну, наверное, этот тоже, то есть чтобы мне поднять кусачки, устанавливаю где-то вот вот на этой прямой. Вот. То есть затягиваю здесь, затягиваю вот эту часть. То есть наша задача, то есть опять же, что, в чем плюсы, в чем помогает вот этот вот держатель. В том, что мы вот здесь вот 90 градусов, я имею в виду перпендикулярно, опять же, кусачки держим, и для этого нам не нужен вот этот вот контроль, когда мы это делаем вручную. ну, то есть может, допустим, как бы, ну, заточка произойти некорректно. Эдуард, мне нужна ваша помощь. Я с удовольствием. Да, вот таким вот образом лампа. То есть дальше здесь вот как раз, когда я лампу опускаю чуть ниже, чуть ниже, у меня, естественно, идет свет попадает, да, и я как раз начинаю формировать непосредственно саму фаску. Сами фаски. То есть еще раз не торопимся, никогда не торопимся, когда сюда вставляем вот. То есть вот в этом случае как раз для формирования фасок я использую скорость, ну, где-то 1600 оборотов. то есть произвожу прям вот такое минимальное касание и обязательно просматриваю, то есть насколько у меня фаски вообще в принципе сформировались. То есть сейчас я вижу то, что обе фаски сформированы. То есть теперь... Мы не показали нашим клиентам, не удалось показать результат после того, то, что мы сделали. А я еще не проверял. Нет, я имею в виду что получилось после заточки. В кадр не попало. Вот, пожалуйста. То есть фасочки сформированы. Я сейчас... Ну, естественно, мне нужно вытащить их из держателя. Я имею в виду сами кусачки, то есть чтобы чтобы показать как это работает. То есть вот я их откручиваю и соответственно то есть размыкаю. Смыкаю и мне нужно опять же мой проверочный материал. То есть у нас была ранее салфетка и куда-то делся пакет. Эдуард, можно вас попросить? Спасибо. Вот. То есть проверяем на пакете. Это лафановый пакет. обычный, по крайней мере, вот он выбран. Вот. То есть я проверяю. Как бы вот чуть-чуть мы все видим то, что зацепляет. В чем преимущество заточки на абразивной бумаге с вашей точки зрения и работе на алмазе? Почему делаете это именно на абразивной бумаге? Абразивная бумага мне нравится тем, что сам вот этот вот заусенец, который заходит на переднюю поверхность, он менее стойкий по отношению к заусенцу, который появляется от алмаза. Вот. Поэтому я даже вот так вот могу пальцем протереть и, соответственно, понять, то есть, насколько у меня произошло, ну, насколько они у меня имеют работоспособность. То есть, опять же, носик держит, соответственно, нужно это все доделать. Доделать. Значит, сейчас я так же сейчас это все установлю обратно и доделаю. То есть, сейчас у меня смыкание получилось параллельным. Как мы все знаем, смыкание должно быть идти от носика к пятке. То есть, таким образом работа, то есть, непосредственно самих режущих кромок будет более качественной, нежели чем если это будет параллельно. Так вот, сейчас я это все установил обратно в сам держатель. То есть, все у меня здесь затянуто. И теперь я еще один раз коснусь. Ну, здесь прям вот касание будет минимальное. Так, пока Владимир затачивает ответим на короткий вопрос. Какого производителя Владимир использует маску? Трием. Трием Владимир использует маску. Вопрос еще. Удобно ли вам сейчас ответить? Да, конечно. Значит, первое. Какой риск заваливания угла при формировании передней поверхности на держателе? Угла какого? заваливания угла при формировании передней поверхности. Ну, я так понимаю... здесь же мы это настраиваем на соприкосновение, поэтому, в принципе, наоборот, здесь сам держатель нам помогает. То есть, вот сейчас я заточил, ну, то есть, как раз вторым касанием. И вот мне сейчас оператор показывает, я проверяю первичный рез, то есть, вот он. Ну, по моему мнению, он почти идеальный, если бы здесь одна вершина по отношению к другой не выпирала. То есть, это уже как бы следующая операция, которую мы будем делать потом, именно уже по калибровке, то есть, по формированию вершин. Вот. То есть, в данном случае само соприкосновение, то есть, режущих кромок, ну, то есть, если сейчас будет видно, ну, я боюсь, что просто я не смогу показать, то есть, так близко на просвет. Но, поверьте мне, что идет касание носик, а потом идет пятка. То есть, дальше, что мы делаем? То есть, у нас, естественно, сами фаски, они стали после их формирования, то есть, после формирования самих режущих кромок и смыкания, фаски стали асимметричны, то есть, одна уже, другая шире. Вот. То есть, для того, чтобы мне отрегулировать ширину фаски, я уже использую, ну, в данном случае, для первичного формирования вот именно самой фаски я использовал абразив P600. Вот. Для того, чтобы мне уже формировать непосредственно саму толщину фасок, я использую абразив P320. Вот. Владимир, можно я вас отвлеку? Да. Мы вот вопрос в продолжении первого про риск. Мы сказали, что риск у нас, ну, риск он везде есть, но тем не менее, он помогает наш держатель минимизировать данные риски. И при ручной заточке можно вовремя заметить неправильность ее металла или с носиков, или с пятки. А на держателе как? На держателе мы можем установить непосредственно, как я и показывал ранее, кусачки, отметить их с помощью маркера, то есть нанести отметку, сделать подвод, соответственно, вот этого вот именно угла атаки, который регулируется вот в этом уклоне, и сделать прокрутку. Но я обращаю ваше внимание на то, что у станка DEMS PRO 2 как бы идет удержание только вот под этим углом. То есть вот только под этим углом. Соответственно, вот этот угол мы уже взглядом сверху вниз контролируем. То есть и поэтому как бы в этом плане то есть у вас идет полный контроль относительно носик пятка. А вот этот уклон вы уже как бы задаете с помощью держателя. Поэтому для меня, ну, к примеру, уже как бы привыкшему к ручной заточке, этот станок крайне удобен. Вот. То есть это я сделал. Теперь мы... А если заусенятся на режущей кромке, нужно ли их убирать? Да. Их нужно убирать, но это в конце. В конце. Все понятно? Да. Это все в конце. Это вопрос был Максима. Максим, дождитесь окончания заточки, вы узнаете ответ на свой вопрос. Да, я как раз хотел показать. То есть каким образом мы можем делать формирование толщины фасок? То есть мы это можем сделать вручную, как вот я сейчас показываю, пока без ключного станка. И так же мы можем это делать с помощью держателя. То есть соответственно, я наверное... не наверное, а... сейчас я на другую сторону сразу поставлю сразу поставлю магнитную тарелку. Магнитную тарелку. И я сразу хочу обратить ваше внимание ваше внимание. В любом случае будут какие-то минимальные недочеты. Все-таки прямое включение, идет небольшое волнение, ну по крайней мере с моей стороны. Вот. Но я постараюсь сконцентрироваться. Вот. То есть у нас получается сейчас две стороны заправлены таким образом, что у нас здесь 320 и тут 320. То есть одну сторону я сделаю с помощью вручную, а вторую сторону я сделаю с помощью держателя, чтобы вам было понятно, что эту операцию можно сделать как вручную, так и с помощью держателя. То есть сейчас я буду делать вот эту сторону именно без держателя. То есть обороты я оставляю те же. и каждый раз я просматриваю. Ширину фаски я где-то оставляю 0,2-0,3 миллиметра. Вот так вот такая ровненькая красивая фасочка получается. То есть это мы сделали. Это достаточно быстро. С помощью держателя придется совершить небольшую настройку. Сейчас я поверну обязательно станок. Попрошу нашего оператора чтобы именно было показано вот с этой стороны. Ну коль уж я одну сторону сделал. Вот то есть мы также устанавливаем кусачки и теперь закладывая их мы не обязательно широко их раскрывать то есть примерно где-то вот таким вот образом то есть мы затягиваем проверяем вот и теперь расслабляем свет я немножко все-таки Эдуард поставлю вот так вот и теперь я касаясь абразива делаю подвод это все затягиваю то есть опять же удобство в том что вот эта часть она она неподвижна вот то есть если здесь у меня щечка получилась выпуклая то при использовании держателя она будет такая очень ровная фактурная и не побоюсь этого слова очень красивая обороты те же абразив тот же чем чаще вы будете проверять я имею ввиду просто просматривать вспомнил как бы именно вытаскивая тем больше вы будете контролировать то есть так как нижняя часть самой фаски была шире чем вершина то есть ну и соответственно я начался я начал спят вот сейчас еще одно касание и все и сейчас я постараюсь опять же попросив нашего видеооператора запечатлеть кадр таким образом чтобы было видно была видна разница вот что у нас получилось то есть здесь у нас она исключительно по прямой задняя поверхность получилась фасочка очень тоненькая а здесь она получилась выпуклая то есть немного такая округлая но это я делал вручную причем выбранный абразив вот этот P320 он дает такую красивую риску что я не всегда даже делаю полировки на каких-то фетровых кругах или еще на чем-то все то есть у нас основной базис то есть вот основная заточка которая необходима для того чтобы кусачки превратились в рабочий инструмент по большому счету произошла то есть мы сформировали переднюю поверхность мы сформировали само смыкание и получили режущую кромку и мы сформировали толщину непосредственно самих фасок по их ширине то есть соответственно на своей коже я проверять не буду теперь моя задача именно сделать небольшой съем с обуха для того чтобы выровнять высоту вершины и также по боковой поверхности это все сделать поехали попрошу сейчас перейти на эту сторону потому что под правую руку мне это будет с правой руки мне это будет удобно то есть вот таким вот образом я сейчас опять же показываю без ключного станка это все формирую прям буквально легким легким прижимом то есть это я вот ну как может быть на камеру кажется что там о сейчас дотронулся и на абразиве P320 нес нафиг все на самом деле вот я их выровнял они теперь вершины стали на одной высоте но мне теперь их необходимо сделать тоненькими вот по боковой поверхности я именно самих вершин то есть здесь ну и тут я даже сейчас оператора просить не буду чтобы он не переходил то есть я делаю с обратной стороны в принципе ту же операцию что и сделал с этой стороны все вершины у меня одинаково ровные одинаково тонкие то есть теперь я это протираю ну собственно вот этот момент истины про который я говорил в начале нашего в начале нашего прямого включения то есть я вам хотел показать некий лайфхак то есть он скоро будет ну я думаю внедрён и показан то есть что это такое как вы думаете Эдуард я думаю что это кожа это прекрасно но это не просто кожа это чепрак из него изготавливают подошву для макосин и для мужской обуви то есть мы её устанавливаем вот и соответственно мы раскрываем кусачки на их полную ну полное раскрытие то есть я включаю круг ну точнее включаю станок уменьшаю где-то обороты я делаю 1300 это вот к тому вопросу который был задан а убираю ли я непосредственно сам заусенец вот я его таким вот образом то есть сейчас свет чуть-чуть вот так вот и самое главное здесь нету никаких паст то есть чепрак работает на сухую и он устраняет заусенец никоим образом не повреждает режущей кромки прекрасно что мы добиваемся да да что мы добиваемся то есть это наша ну будем говорить новинка про которую мы молчали вот ну теперь мы это ставим с обратной стороны то есть что здесь в принципе очень крайне удобно и проводим те же операции да провожу ту же операцию ну теперь нам осталось только их проверить на еще раз на нашем замечательном пакете сейчас добавлю света вот то есть кусачки работают достаточно хорошо салфетку будем тестировать салфетку давайте протестируем но честно говоря в такой спешке ну вершину держит то есть здесь сустав достаточно слабенький и вероятность того что режущие кромки ну как бы одна под другую очень сильно поднутряются очень большой вот но такие вот кусачки ну в принципе нам вообще не приносят ну да 100 рублевые и как правило мы не добиваемся не достигаем того чтобы они работали именно с салфеткой вот но хотя такое тоже возможно но тем не менее вот пакет они режут идеально то есть если уж совсем как бы ну показать насколько они режут кожу то есть при установке пружины зазор увеличится еще раз при установке пружины зазор увеличится ну конечно это последний ну как бы одна из крайних операций то есть в заточке то есть вот таким вот образом мы это устанавливаем то есть если ну как бы напряжение пружины недостаточно ну мы можно ее чуть-чуть просто подогнуть ну вот так можно ли на GMT2 использовать держатель для формирования толщины фасок или только вручную можно мы сейчас как раз покажем идем все мы здесь закончили прекрасно всем было понятно всем было все понятно вот теперь мы закончился почему теперь мы перемещаемся к этому станку и так мы будем делать все то же самое вот вторые кусачки которые у нас здесь имеются мы их тестировали они не режут у нас мы проделаем все те же операции на станке GMT2 и так что нам для этого понадобится нам понадобится ну первая операция которую мы делали показывали на PRO2 но и здесь это нужно с помощью электрокорунда нам необходимо расточить сустав расточить сустав с помощью обычного электрокорунда мы эту операцию уже сделали поэтому ее повторять не будем да сейчас я беру еще нужно сейчас я беру круг 9А3 ну опять же мне удобно именно когда он установлен с правой стороны вот соответственно я его также сейчас поставлю с правой стороны то есть обратите внимание кусачки в очень грустном состоянии соответственно мы не делаем никакой подтушевки кадров мы показываем все напрямую получится у нас или не получится но мы по крайней мере будем честны и покажем что наша главная цель конечно же показать что в принципе для нас нет ничего невозможного да то есть здесь у GMT2 нет такой регулировки как на станке ADEMS PRO2 то есть имеется ввиду что вот это вот держатель с манипулятором он вот как бы в одной часть находится его можно только наклонять к сожалению опускать его вниз нельзя но у GMT2 предусмотрена вот такая вот система которая может поднять непосредственно сам движок так вот я его сейчас поднял на тот уровень на который мне необходимо удобство того же допустим GMT2 заключается в том что здесь держатель достаточно такой в жесткой ну не достаточно он в жесткой находится позиции поэтому здесь не надо там в столе ничего сверлить то есть вы по факту вот их установили покачали вы поняли что все они держатся то есть теперь моя задача именно сделать подвод к непосредственно к самому абразиву то есть вот мы открутили расслабили то есть подвели затянули и сформировали переднюю поверхность обратите внимание что у этого держателя настраивается именно два две части подвода то есть первая часть это непосредственно сама передняя поверхность и вторая часть это как раз мы регулируем параллельный подвод к абразиву то есть мы как раз регулируем режущую кромку чтобы она была параллельна то есть по большому счету я подвод сделал то есть теперь только осталось это все сформировать эдуард хочу вас попросить маркер хочу показать нашим участникам то что я вот так вот это все вытаскивается станок новый в масле поэтому здесь естественно поначалу нужно применять небольшие усилия вот то есть вот я это зарисовал то есть и сейчас будет понятно насколько я сформирую переднюю поверхность с помощью этого станка то есть здесь допуски достаточно четкие поэтому можно быть уверенным что поверхность получится достаточно плоская вот обороты здесь я также регулирую на где-то 1800 то есть большие обороты мне не нужны вот и мягким движением опять же кусачки снимать не нужно для этого есть то есть что я сейчас вижу вот я недовышел на режущую кромку в нижней части но основная часть уже сформирована сейчас я это доделаю лучше посмотрю не вытаскивая то есть в этом как раз заключается удобство что мы можем несколько раз просмотреть и уже добиться необходимого пятна контакта перед тем как снять сами кусачки потому что если мы их сейчас вытащим то по факту мы будем делать настройку заново вот то есть зачем я откручиваю не надо нам нужно уйти на другую сторону абразива то есть так как опять же это круг 9А3 то есть мне всего лишь на всего можно расслабить два рычага так но вот по формировании фасок по прямой не сильно ли уменьшится толщина металла задает максим вопрос ну в любом случае она каким-то образом изменится то есть так как здесь есть небольшая вогнутость вот но я делаю подвод таким образом чтобы снять минимальное количество металла то есть если вы переживаете о том что торсионная жесткость нарушится ну к счастью нет и тем не менее я еще и делаю формирование передней поверхности с таким запасом чтобы уже этой передней поверхности хватило до всего срока службы тех же самых кусачек ну естественно все нюансы мы рассказываем в процессе обучения да и по чепраку задают вопрос можно ли использовать крашеный нет можно взять кусочек абразива наклеить на какую-то поверхность ну там например на тот же металлический круг от того же там станка фулдрайва и при включенном состоянии просто его снять ну до мездры в общем желательно с чепраком работать когда он обработан все тестируем смотрим все переднюю поверхность ну здесь я ее сформировал по высоте переднюю поверхность относительно выхода на ревчу кромку где-то около трех миллиметров здесь у меня получилось аж под самый вот сюда вот ну по всей практически длине обуха вот но ничего страшного вот мы сформировали переднюю поверхность дальше нам необходимо опять же устранить люфт сейчас я это постараюсь быстренько убрать с помощью все той же самой приспособы то есть исходя из первых кусачек я сначала зафиксирую какое зерно круга используется при формировании передней поверхности передний фасок ну фаски мы делали на P600 вот а переднюю поверхность в данном случае мы сейчас делали на 100 на 80 поэтому ну как бы каждый выбирает зерно по большому счету сам но насколько я знаю в комплектации у нас круг идет со станком 100 на 80 то есть мы предлагаем именно такое базовое зерно которое не самое мелкое но и не самое крупное вот сейчас я попаду в центр и отлично все люфт я здесь убрал здесь кстати даже масло доливать не надо вот ну сустав здесь понятно оставляет желать лучшего в плане того что и заклепка не совсем качественная поэтому как говорится лучше перетянуть потом это можно все разработать то есть люфт я устранил теперь таким же образом мы откручиваем легким движением брюки превращаются в элегантные шорты вот то есть теперь мы дальше устанавливаем алюминий с магнитом и меняем если здесь а нет здесь все правильно здесь стоит круг P600 то есть дальше мы сейчас будем формировать переднюю поверхность открутить можно да пожалуйста вот то есть соответственно мы сейчас установили абразив P600 вот и так же будем использовать все тот же наш держатель вот перед началом я естественно это все расслаблю установлю в ровную позицию то есть мы это смыкаем и сейчас нам необходимо будет сформировать фаски то есть правильное смыкание с первого раза ну не всегда получается то есть получается где-то 50 на 50 то есть почему я использую абразив P600 для того чтобы сделать ну такой базовый съем предварительный первичный много всяких можно слов сказать ага вон что вы творите Эдуард интересно но имейте ввиду что при та сторона которая к двигателю нет даже не вопрос не в той стороне если это люди спрашивают и вопрос был задан можно ли делать переднюю поверхность на абразивной бумаге да но нужно быть крайне аккуратным потому что ее можно срезать потому что вращение идет против часовой поэтому лучше все-таки использовать алмаз он долговечнее и ну в общем кому как нравится то есть это моя мой совет вот то есть что мы теперь делаем мы подвели непосредственно кусачки и вот я вижу то что у меня смещение немножко вот при формировании передних то есть самих фасок чуть смещено вниз да опять же я могу надавливанием вот сформировать то есть чтобы у меня вот в этой было прямой подвели выровняли прижим затянули вкл обороты лучше сделать поменьше то есть где-то тысячу тысячу шестьсот нормально прям легкое касание то есть здесь много металла забирать не нужно вот но опять же всегда надо понять сформированы ли у нас обе фаски потому что бывает иногда после формирования передней поверхности одна фаска очень глубоко поднатряется под другую так вот откручиваем проверяем и вот кстати здесь опять я получил как и в первом случае смыкание параллельное то есть вероятность того что сейчас будет вот да носик немножко подкусывает ну не немножко он просто держит вот то есть сейчас я заново установлю но по крайней мере я выровнял предварительно сейчас мы это все выкручиваем в обратную сторону мне так удобнее подтянули то есть сначала мы расслабляем вот этот рычаг делаем чтобы у нас кусачки были перпендикулярно то есть здесь рычаги достаточно легко меняет свое местоположение ну то есть чтобы затянуть расслабить такая идет тонкая настройка затянули уху здесь все достаточно легко в плане того что вы от себя закручиваете к себе вы это все раскручиваете вытаскиваем да вот я смотрю просвет хороший получился я имею ввиду от но смыкание от носика к пятке то есть то которое собственно необходимо и вот мы теперь проверяем на пакете то есть рез практически идеальный за исключением того что опять вершины вот сейчас я после третьего третьей проверки они вот они начали резать причем даже скорее всего будет будут резать и салфетку прям самая вершинка но как раз они сейчас разные вершины то есть я думаю что после того как мы их выровняем соответственно они будут идеально работать то есть видите вторые кусачки уже режут салфетку причем я использую одни и те же абразивы так вот теперь мы убираем 600 ставим 320 на вторую сторону мы устанавливаем также стоял здесь родной родной круг я его просто убираем дабы не попортить имущество вот мне нужен магнит понятно сейчас я быстро его сниму делается достаточно быстро поэтому я не займу много времени так это сюда это сюда это мы установили чипрак убрали также поставили 320 станок подготовили обращаю внимание то есть когда у нас 5 или 6 или 10 кусачек в работе то есть соответственно мы делаем все операции друг за другом поэтому вот это перебрасывание перекидывания но исключается на предмет затрат времени и делается все очень быстро но я имею ввиду сама заточка если у кого-то появился вопрос а вот он там почему-то все очень долго делает так вот одну опять же сторону я сейчас сделаю как и на том станке с помощью держателя то есть здесь раскрывать сильно не нужно там 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 не хочешь зажимать но мы тебе все равно придаем то есть я всегда проверяю все это мы сделали зажали теперь мы это все также расслабили установили и вот в этом в этой ситуации по отношению к установке gmt 2 и 1 spro 2 там с плавающим носик пятка но имеется ввиду что режущая кромка подвижно там ну по крайней мере мне было делать легче здесь нужно максимально четко установить и саму заднюю поверхность и саму режущую кромку относительно круга имейте в виду так принципе я готов включить станок для начинающих это огромный плюс когда мы можем это все зафиксировать настроить отрегулировать и уже как бы то есть просто делаем касание можем делать проводку вверх-вниз можем просто это я металлом от металл задел бывает вот причем мы делаем первичное касание и желательно естественно это все проверить на какой стадии то есть насколько я выбрал траекторию по отношению к параллельности ширины фаски то есть вот сейчас у меня съем идет металла вас к достаточно сложная и на самом деле определить нет нормально я сразу первого раза попал в параллельность ширины ну теперь только уже следить за тем какая затем чтобы не сточить просто совсем саму фаску лучше делать покачивание для того чтобы абразив у нас не абразив использовался равномерно и сейчас еще вот такая вот у нас красивая задняя поверхность получилось здесь вот небольшое ребро я кстати вспомнил что на 1 pro 2 станки мы не использовали последний круг эдуард как вы думаете какой даже затруднее сказать вулканитовый вот но ничего страшного мы сейчас как раз самом конце уберем да 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 уберем все вот эти вот переходы все вот эти волны которые произошли то есть вот такая вот у нас фасочка появилась очень тоненькая ну то есть как бы замерите еще с к сожалению не смогу но примерно визуально это где-то 02 там ну может быть но нет 0 3 миллиметра это слишком было бы широко вот дальше я перейду сейчас на ту сторону и оператора попрошу это сделать и здесь я сейчас максимально то есть вот для ручной подачи для ручной работы станок дженте 2 желательно опускать в самый в самый низ вот то есть здесь также удобно то что есть мобильная лампа такая вот и я собственно могу ее легко настраивать под ту задачу которая мне необходимо вот то есть теперь вот так вот я сейчас примеряюсь перед тем как включить включаем обороты будем использовать минимальные ну для меня минимально это полторы тысячи и сейчас буду именно делать вручную здесь тоже достаточно все быстро происходит в плане того что вы видите как вручную я это делаю быстро ну потому что я уже под эту тему привык но для новичков постичь такое мастерство там в первые 2 3 4 месяца достаточно сложно поэтому вот держатель вам в помощи это однозначно потому что он очень помогает все я это сформировал я имею ввиду вот на заднюю поверхность вот такая вот ровненькая тоненькая фасочка появилась по ширине она но опять же где-то примерно 0 2 миллиметра далее далее я попрошу немножко я загонял нашего оператора но такова сегодня наша задача идея до перейти на эту сторону вот то есть мы да сейчас аккуратно перемещаемся и теперь то есть что у меня осталось у меня осталось выровнять вершины то есть соответственно делаю я это на ну вручную и вот здесь вот с правой стороны движка то есть минимальным прижимом то есть на носик носик у нас выровнялся и что есть нам остается прямой профиль это где как без лекальной линейки определяет профиль и делают просто прямой профиль где уточните пожалуйста леонид профиль где и на чем а я сейчас заканчиваю выравнивать вершины отлично теперь ну перед тем как опять же перейти к полировке режущей кромки помощью чепрака то есть это вот наш сегодняшний волшебный продукт да вот не эдуард помогает он мне передает вулканитовый круг он был ранее но опять же спрофилирован мне очень удобен вот такой профиль я думаю что многие заточники используют именно такой профиль и теперь я делаю уже финишную доработку непосредственно довожу до ума будем говорить визуально и да вулканит не очень любит маленьких оборотов поэтому здесь я делаю их побольше то есть также мы здесь можем и привести в нормальное состояние заднюю поверхность если там у нас осталось в ребро пахе ручной заточки то есть также мы убираем если вдруг появились какие-то нежелательные ребра может быть при жоге вулканит вам в помощь вот мы это все сделали сколько видов пробойников я использую два либо конические либо просто такой полукруглый сферический в основном конический им удобно как подбивать сэндвич сустав он подбивается обязательно с двух сторон поэтому вот на нашем держателе на нашем приспособлении для устранения если сейчас вот наш видеооператор покажет я прям покажу точку совсем совсем близко если вот вы видите вот здесь вот есть какое небольшое возвышение это тоже пин также идет каленая сталь шаха 14 вот соответственно вот он здесь установлен и вот здесь вот соответственно эта площадка при перемещении вот видите она она смещается в сторону сейчас секунду здесь она сейчас затянуто я просто да ну вот она двигается то есть соответственно этот пин перемещается перпендикулярно он находится в одной и соответственно сэндвичи бьются просто с двух сторон то есть если обычный накладной сустав он бьется просто сверху как говорится вниз то там вот за счет этого пина это вот как раз на наше приспособие оно уже есть вот что я хотел сделать да я хотел отполировать я хотел отполировать именно передние поверхности это техника безопасности я одновременно читаю и хочу отполировать извиняюсь ну и такое бывает в нашей жизни ну слава богу ничего не произошло поэтому продолжаем полировать отвечу на ваш вопрос леонид без лекальной линейки определяется профиль передней поверхности в нашем случае я ее не всегда использую потому как делаю переднюю поверхность в большинстве случаев с помощью держателя а так как там отсутствие колебаний то есть я это делаю не вручную соответственно плоскость получается ну практически идеальный вот в данном случае я держу режущие кромки вниз обязательно вниз не просто прополировала прополировала переднюю поверхность ну что момент истины как же она будет работать мы берем сейчас пакет вот меня видно но вторые кусачки получились практически идеальными то есть сама вот вершинка чуть чуть подкусывает прям совсем также я иногда использую в качестве просмотра наверное уже сейчас в большинстве случаев я использую микроскоп и соответственно с помощью микроскопа всегда очень хорошо видно работу вершин ну вот так то есть заточка состоялась для кутикулы и для того состояния в котором они были ранее то есть здесь вот ну пакет по крайней мере он вообще не даже даже не дергает вот эдуард все заточено господа я свою миссию относительно на сегодня выполнил по крайней мере я показал как это работает при смыкании носики заходят друг на друга и при формировании фасок не убирается что делать при смыкании носики заходят друг на друга и что делать что делать ну во первых можно сначала сделать базовый базовое формирование фасок а потом это можно еще и сделать уже финишный то есть с помощью полировальных абразивов типа p2500 либо p5000 то есть можно будет достичь равномерного смыкания режущих кромок но в любом случае они будут все равно поднутряться ну то есть по всей длине и поэтому здесь нужно смотреть на сам сустав ну что вот мы и да мы закончили так напомним напомним всем тема нашего сегодняшнего сегодняшней нашей прямой встречи онлайн встречи вебинара презентации именно была за . кусачек маникюрных маникюрных для кутикулы мы заточили обычные китайские самые дешевые кусачки до состояния уже рабочего с помощью этих инструментов уже можно работать оказывать услуги все остальное конечно услуга по приведению их в заводскую в потребное состояние она стоит дороже чем сами кусачки сам металл все остальное ну и как правило наверное опытные мастера такой инструмент могут просто не взять заточку да поэтому нет именно что мастера маникюра не используют скорее всего такой инструмент возможно начинающие какие-то либо домашние мастера мы показали что станок ADEMS PRO 2 и станок GMT 2 они полностью предназначены для всей технологии заточки маникюрных кусачек и с помощью этих станков не используя какие-либо другие станки ну в каких-то может быть тяжелых крайних случаях где-то может быть и нужно какие-то вспомогательные точины ну абразивы скорее всего то есть может быть кто-то будет использовать там оселки то есть либо алмазные либо керамические бруски то есть это именно уже такие тонкие доводки но вы поймите мы просто не успеваем вам показать всех нюансов и ответить на все вопросы то есть это у нас проходит то есть мы затачивали переднюю поверхность по плоскости существуют кусачки разного типа такие как передняя поверхность у которых имеют дугообразные кусачки внизу вот эти кусачки также можно затачивать на данном станке но сегодня мы так скажем просто не показывали но в принципе дугообразная заточка производится следующим образом то есть это просто делается по передней поверхности то есть ну я просто вот держу если бы это стояло и в раскрытом состоянии но по передней поверхности именно вогнутую поверхность в большинстве наверное формируют на так называемых топориках да то есть где очень большие ну сами по себе поверхности передние объем маникюрного инструмента он большой существует также в разных регионах нашей страны северный южный западный восточный различные инструменты различные школы которые обрезают кутикулу и делают маникюр различным инструментом весь этот инструмент можно затачивать путем комбинирования именно абразивов установки на наши на наши станки вот надеюсь мы были перед вами честными мы прошли от начала заточки прошли всю технологию заточку и показали все операции которые можно выполнить на данном на данных станках напомню станок для заточки маникюрный кусачек GMT2 именно предназначен в большей степени для профессиональных и начинающих заточников где практически все углы фиксируются и соответственно человек может это мастер начинающий гораздо быстрее все это освоить станок ADEMS PRO 2 предназначен не только для заточки маникюрных инструментов это просто для общего развития но и для заточки ножей и ножниц дальше можно делать на нем хонингование парикмахерских ножниц по задней поверхности далее использовать как полировальный станок использовать как станок для заточки и нанесения микронасечки ну и соответственно как обычное электроточило которое используется уже по вашему усмотрению по функциональности этот станок он более широк более широк и поэтому он имеет право на существование и нахождение в вашей мастерской данный станок предназначен именно для большого массового и с постоянным и стабильным качеством объема инструментов затачиваете получаете от своего дела удовольствие занимайтесь своим любимым делом потому что кто занимается любимым делом он перестает работать и начинает для души все это использовать я бы хотел добавить о том ну как бы предназначение еще вот станков эдуард прокомментировал то есть если вот этот станок он более массивный стационарный то есть он скорее всего больше для именно стационарной мастерской то те мастера которые планируют ну как бы такие выезды да именно к мастерам маникюра и педикюра то вот такой станок ADEMS PRO 2 он будет прям такая палочковая ручалочка по факту вы можете его в такой ну аккуратный кейс и с абразивами и просто приехать собственно установить на небольшом участке стола и затачивать инструмент на выезде ну это такой вот комментарий мы для наших клиентов для наших будущих клиентов подготовили очень много различных акций в мае месяце которые будут обновляться и которые будут помогать вам стать ближе к своей мечте заточника обращайтесь в наш отдел продаж узнавайтесь интересуетесь практически под каждую категорию клиентов мы подобрали свою акцию на этом скажем всей команде и вам владимир большое спасибо что все это вам показали рассказали честно и без приукрас ждем вас на следующих вебинарах задавайте вопросы что для вас интересно было бы узнать передавать информацию ну и так скажем до новых встреч всего доброго до свидания всем пока 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 пока